Магаданская областная больница Один из самых больных в прямом смысле слова вопросов для Нины Костенко – неверный диагноз, который поставили местные врачи. Женщина рассказала, что именно из-за него она сейчас в инвалидной коляске и пробудет в ней еще долго. А дело было так. В прошлом году Нина сломала ногу, но специалисты решили, что это всего лишь повреждение связок и мениска и отказались отправлять пациентку в областной центр. Позже магаданские врачи выяснили, что это был перелом со смещением, но кость срослась и пришлось проводить сложную операцию. Они говорят, почему вот этих ваших врачей, говорит, надо всех разогнать. Почему они, говорит, это мучают людей вот так вот. Кого не надо, они присылают. Кого надо именно. Он должен был сразу меня отправить. Он меня тут же отправил к травматологу. Травматолог заведующий пришел, тоже меня в смотровую, тоже начал на меня кричать. То, что я вовремя не обратилась, потому что, говорит, у вас тут все срослось, говорит, нам, представляете, какую сложную операцию нужно делать. Вот. И тут же меня, ну я единственная на ночь домой отпросилась, чтобы вещи собрать. Вот. 8 февраля я поступила, 10 февраля меня уже прооперировали. У меня даже флюорографии прям даже не было. Мне все сделали там. Вот. Взяли на ковид, ну у меня прививки-то есть. Вот. Взяли на ковид, там все это само сделали мне. И тут же 10 февраля прооперировали. Они мне ломали ногу. Вот это вот, я это все слышала. Далатом и молотком ломали мне ногу заново. Все ее разрушили. Потом мне разрезали живот. Взяли тазобедренный сустав. Вырезали тазобедренный сустав. Туда его дрелью прикрутили. Наложили мне эти, как, пластины, шурупы. Все мне. И каждый раз, вот как шуруп только прикручивают, и они мне все время рентген сразу. Это 6 шурупов, значит, получается. Вот. И 4 часа длилась операция. Я, в общем, честно говоря, они, ну между собой же я слышу, как они общаются там, да, и говорят, если бы он отправил меня сразу, этот врач, сразу бы экстренно отправил меня бы в больницу туда, этого бы ничего бы не было вообще. На некомпетентность врачей Нина пожаловалась в страховую компанию Сагас Мед. Провели проверку, в результате которой выявили существенные нарушения в процессе оказания медицинской помощи. Вот что думает по поводу этого случая Андрей Тхор. Я и смотрел ваш сюжет, смотрел сюжет с главным врачом областной больницы, Сергеем Тимофеевым. Достаточно подробно описал и Сергей Иванович. Действительно, была проведена проверка. Ну, хочу пояснить, в наших районных больницах не все узкие специалисты есть и положены по штату. Так, травматолога у нас нет в штатном расписании, соответственно, нет и доктора. Выполняет эту функцию доктор-хирург. Понятное дело, не во всем тонкостях и нюансах этой профессии он осведомлен. Поэтому тот функционал, который должен быть и который должен выполняться врачами-травматологами, действительно упущение, что мало используется телемедицина. Поэтому телемедицину будем развивать, как говорится, семимильными шагами. Проработали уже вопрос с областной больницей, наладили канал связи полностью. В ближайшее время уже произошла громаднейшая подвижка. И уже на этой неделе было три телемедицинских консультации с областной больницей, проговаривали вопросы. Ну и теперь, скажем так, если так выразиться, доктор, обжевшись на молоке, теперь дует и на воду. Ну, проговаривает вопросы даже менее значимые. Ну, я только за, пусть лучше будет так, чем то, что произошло. Хочу, конечно, отметить то, что жительница Олы ко мне не обратилась, не обратилась к заместителю чуть пораньше. Можно было бы этот вопрос, скажем так, если он возник, решить гораздо быстрее, и гораздо, скажем так, к удовлетворению и этой женщины, и медицинских работников. Потому что медицинские работники, я хочу сказать, также переживают за результаты своего труда. То есть для них неудовлетворительный результат — это их реноме, это их, скажем так, бремя. Поэтому никому не хочется делать плохо своим пациентам, своим жителям посёлка, уж поверьте. Поэтому, да, наверное, бывают какие-то случаи, когда не всё получается гладко. Мы будем в любом случае стараться выводить эту ситуацию и не допускать повторений таких ситуаций. Ну а к жителям хочу обратиться, не затягивайте, когда вы видите, что что-то не получается, что-то не ладится, обращайтесь. Двери открыты, телефоны есть и в регистратуре, и везде. Я всегда открыт для общения, и чем могу, максимально помогу. Проверка ещё полностью не завершена. Отправили ещё к областным травматологам на, ну скажем так, на доработку, на проверку этих материалов. Ну, в течение месяца у нас как бы есть время, ну, на рассмотрение этих всех, тем более серьёзная ситуация. Завершится тогда, готов, буду полностью доложить по ней. Есть нюансы, скажем так. И тут возникает вопрос, что же делать тем, кто так же, как и Нина Костенко, пострадал или ещё пострадает от врачебной ошибки? И принимаются ли какие-то меры, чтобы предотвратить подобные случаи? Ну, людям пострадавшим, те, которые действительно будут доказаны о том, что это по вине медицинского работника, ну, это только, скажем так, в судебном порядке разрешаются эти вопросы. Со своей стороны у нас есть такие рычаги воздействия, такие, скажем так, методы, как направление на внеплановую аттестацию. То есть мы по закону обязаны раз в пять лет проходить аккредитацию, аттестацию. Значит, ранее это была сертификация, сейчас аккредитация. При выяснении того, что доктор или средний медицинский работник не соответствует, как нам кажется, своей квалификации, требованиям законодательства, мы имеем право направить на внеочередную аккредитацию, где комиссия проверит его знания, умения и на основании этого уже вынесет, готов ли человек продолжать работу дальше в этой профессии, имеет ли он на то как теоретическое, так и, скажем так, профессиональное право заниматься этой работой. Потому как работа с людьми, работа со здоровьем людей – это очень ответственно, очень, не побоюсь этого слова сказать, тяжело и, в общем-то, и почетно тоже. Практически все обратившиеся к нам мальчане сходятся во мнении, что при посещении врача доверяют ему всецело и априори считают его профессионалом. А на деле иной раз оказывается, что это не так. Поэтому следующий вопрос – откуда берутся кадры и кто отвечает за их компетентность? Правильно вы подняли вопрос. Есть определенные нюансы. Ну, не секрет, что в Магаданской области дефицит медиков. Как я уже неоднократно говорил, и среднего звена, ну и врачей, само собой. Привлекаем в основном лиц с центральных районов страны. По присылаемому резюме очень тяжело сразу выяснить, насколько компетентен человек и насколько он профессионален. Выясняется это уже, к сожалению, иногда. Только уже на месте, когда приезжают и видим какие-то результаты труда. Проводим внутренние заседания. В некоторых случаях даже ставим вопрос о соответствии квалификации. Ну, хочу сказать, часто не доходит до этого. Просто люди, которые не соответствуют нашим ожиданиям и нашим требованиям, и требованиям законодательства, просто собираются и уезжают. Уже вот два случая у нас таких, к сожалению, даже в этом году были. Один из самых острых вопросов для медиков – реорганизация. По их словам, из-за так называемой оптимизации сократили количество сотрудников, а те, кто остался, вынуждены выполнять вдвое, а то и втрое больше работы, за которую, к слову, иногда даже не платят. Ситуация двоякая. С одной стороны, действительно, как я сказал, уже медицинских кадров среднего звена не хватает. Но все в рамках Трудового кодекса, все в рамках закона. Никого принуждением не заставляем выполнять больше, чем они того могут или хотят. То есть, если человек согласен работать на полторы ставки, плюс выполнять какие-то дополнительные функции, все это оплачивается, все это подписывается. Ну, вероятно, есть люди, которые, как бы, ну, не совсем, может быть, понимают тот объем работы, который они должны выполнять. Так как, ну, чего греха таить, наши северные больницы, они, не хочу сказать, не дозагружены, но если брать по нормативам, да, то средний пост, сестринский пост в отделении начинается с 15 коек. В то время, как у нас отделение на 15 коек, ну, вот до недавнего времени, до реорганизации, было 4 отделения, и в каждом было по 5-6 коек. То есть, был полноценный пост, но на 5 коек. В результате, скажем так, нагрузка, ну, немножко была не совсем нормативная, то есть, она была гораздо ниже. Сейчас, когда объединили отделение, и стали по, вот, отделение общего профиля у нас на 14 коек, и терапевтическая на 12, да, то есть, приблизились к нормативной нагрузке. Ну, вероятно, это немножечко, ну, скажем так, после того, что было, вызывает у людей некоторое, скажем так, недовольство. А к вам поступали обращения? Мы, когда собирались с коллективом, проговаривали это, да, и о том, что нагрузка увеличится, и, в общем-то, она будет приближаться к нормативной. Ну, собирались, как младший медперсонал, медсестры и доктора. Насколько я понял, вопросы были тогда проговорены, и сотрудники, в общем-то, было им разъяснено, и не было вопросов дополнительных после нашего. Ну, вероятно, может быть, возникли после, после не обращались. Сколько сейчас человек не хватает? Вы говорите, что есть нехватка, как? Ну, мы готовы принять, как минимум, человек 6-7 медсестер, как в стационарное звено, так и в поликлиническое. Есть у нас недостаток фельдшеров по отдаленным пунктам, так у нас практически не закрыт. Ну, закрываем, но силами сотрудников центральной больницы командируем туда. Это Ямск, наклепки, внешний совместитель. Ну, то есть, вакансий достаточно, поэтому приглашаю имеющих образование, среднемедицинское, фельдшерское, приходите, с удовольствием примем на работу. Главный врач отметил, что вопросов, требующих внимания, действительно много, и он готов помочь найти ответы. Мы же, в свою очередь, продолжим освещать проблемы, рассказывать о том, решаются ли они, и делать все для того, чтобы жалобы людей были услышаны.